всем большой большой привет сегодня мы в очередной раз приготовим колбасу я второй раз уже делаю эту колбасу и она нам до того понравилась и видимо не только нам что нам уже сделали небольшой заказ для такой колбасы поэтому пользуясь случаем выполняю заказ и показываю ролик здесь у меня килограмм свинины и сюда же в специи к этой свинине я добавляю взяла морскую соль взяла вот все по чайной ложке вот по такой здесь у меня смесь для колбас здесь майоран перец белый перец черный еще там что-то в общем колбасная смесь в упаковочке была чайную ложку взяла здесь у меня паприка копченая в прошлую колбасу я добавляла какую-то украинскую приправу для колбас и там была вот эта вот горчица и и было очень много в этой смеси для колбасы нету вот этой горчицы но нам очень с ней понравилось поэтому чайную ложку горчицы и чайная ложка черного молотого перца и сюда же я добавлю вот наверное одну треть вот чайной ложки нитритной соли она добавляется не только для сохранения колбасы но это думаю колбасы тут не особо много и она не сыровяленная она по крайней мере оставит вот такой вот красивый цвет вот как мясо а колбаса не будет цвета котлеты ну все приступаем смесь мы вот так вот эту перемешаем чтобы она у нас удобнее перемешалась фарша мясо я не буду перемалывать через мясорубку я его мелко порежу хотя конечно мне больше понравилось мясо немножко подморозить перед тем как его резать ну сейчас вот она у меня такой вот охлажденная поэтому порежу его таким образом такое вот охлажденная подмораживать не буду мясо я порезала вот таким вот не крупным кусочком кубиком наверное один на один вот такой вот где-то кубик в нем присутствует конечно немножко жирка потому что это все-таки колбаса у нас и свинина это все таки не постное мясо вот ну вот таким вот она режется конечно лучше когда подмороженное немного но ей так его нормально нарезала здесь килограмм мяса у меня но и все я высыпаю вот сюда вот эту всю вкусную смесь и надо тщательно это все вымешать вымешивается так тщательно чтобы из мяса выделился вот этот вот коллаген который начинает его склеивать тут конечно бы пригодились мужские руки для такого замеса но потихоньку сделаем и чтобы было сочная вот этот вот начинка для колбасы будем добавлять понемножку воды посмотрим сколько воды примерно получится мясо килограмм и специи понемногу ну вот мясо я вымешивала наверное минут 10 воды ушло грамм 150 сюда может чуть чуть меньше все сейчас мы поставим его отдыхать на ночь в холодное место я его накрою пакетиком и уберу на балкон чтобы она отдыхала а завтра завтра продолжим делать колбасу вот наш форш за ночь настоявшийся высыпаем сюда чеснок еще раз вымешиваем как следует кстати нитритную соль можно не добавлять если вы колбасу держите морозилке или сразу ее тут потреблять будете не надо ну конечно цвет у него будет но такой серенький и начинаем производство самые вкуснейшие домашние колбасы кишка наверно метра полтора и так думаю мы и вот на эту насадку делаем надеваем начинаем колбаску сюда запихивать сильно плотно не надо ну Продолжение следует... Продолжение следует... Прошло ровно 20 минут с того момента, как я стала колбасу, ой, фарш, закладывать в кишку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такие вот... Такая вот домашняя колбаса у нас получилась. И вот эта вот одна чуть побольше королька. О, какая красота! Своя, без всякого хлеба, только специи, чеснок, вода и мясо. Все. Переложим обратно в миску. Накроем. И пусть еще настоится в холодном месте на балконе. На балконе сейчас у меня плюс 2. Можно жарить на сковороде, можно запекать в духовке, можно сварить как хотите. На сковородочку, смазанную маслом и тоже смазанные колбаски ставлю в духовку на час. Остренькая, сочная, с полужару еще вот дымок идет, не дымок, а пар. И вот, ну, что может быть вкуснее? Домашней колбаски с домашней картошечкой, с домашней свеколкой с чесночком. Ну, или с салатиком со свежей зеленью. Выбирайте, кто что любит. Колбаска домашняя подходит ко всему абсолютно. Продолжение следует. Продолжение следует.